Глава седьмая книги Притчей Соломоновых Сын мой, храни слова мои, И заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, И учение мое, как зрачок, глаз твоих. Навяжи их на персты твои, Напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, И разум назови родным твоим. Чтобы они охраняли тебя от жены другого, От чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, Сквозь решетку мою, И увидел среди неопытных, Заметил между молодыми людьми Неразумного юношу, Переходившего площадь близ угла ее И шедшего по дороге к дому ее. В сумраке, в вечер дня, В ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина В наряде блудницы с коварным сердцем, Шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, То на улице, то на площадях, И у каждого угла Строит она ковы. Она схватила его, целовала его, И с бесстыдным лицом говорила ему, Мирная жертва у меня, Сегодня я совершила обеты мои, Поэтому и вышла навстречу тебе, Чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, Разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною, Алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, Насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, Он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, Придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, Мягкостью уст своих овладела им. Татчас он пошел за нею, Как вол идет на убой, И как олень на выстрел, Да коли стрела не пронзит печень его. Как птичка кидается в селки, Не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня, И внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, Не блуждай по стезям ее. Потому что многих повергла она ранеными, И много сильных убит ею. Дом ее — пути в преисподнюю, Нисходящее во внутреннее жилище смерти. Субтитры создавал DimaTorzok